Ну что, сегодня у нас непростой эфир. Мы сегодня, во-первых, готовим с вами корсиканское блюдо, телятину в оливках, а самое главное, что готовим мы не одни. На другой стороне, скажем так, земли, да, то есть в Самаре, в моем родном городе, с нами будут готовить наши друзья. И сейчас я их подключу, и мы будем презентацию делать уже наших ингредиентов, и начнем готовить. Сейчас я посмотрю. Всем привет-привет! Так... Всем привет! 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 Мы подготовились. Вы подготовились? Можем, да. Молодцы! 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 Сейчас я подключу. Не я mange! Молодцы! Молодцы! Реная. тоже приготовлено. А, да, это хорошо. А, вы видите, есть карот. Я вам рассказал, что я не знаю, но я не знаю. Вы уже говорите, что без нас тут разделили даже лук на душу. Д'accord, д'accord, это хорошо. Хорошо, давайте представим ингредиенты. Мы у нас 1,5 кг твое. 1,5 кг тилятина у нас. Видите, вот такая вот тилятина, уже кусочками. Д'accord. Мы у нас 3 больших онина. У нас с вами 3 больших луковицы. Мы у нас, у нас 500 грамм твое. Третью. Третью мы на рынке не положили. Он обнаружил это только сейчас. Понятно. Это губернский рынок. И это продавец. Он не получил третью онину. Шимрид. И это только 2? Ой. Ну, ничего страшного. Ну, это нормально. 500 граммов моркови. Мы сомнены. Мы сомнены. 300 граммов зеленых оливок, уже очищенных. С зеленых. Тогда, значит, просто открывай быстрее. Да. 300 граммов. Ой, 300 граммов. Это important, 300 граммов. Почему он говорит очень, ну, скажем так, варь? Нет, не такие. О, это ли? Нет, нет, нет. Нет. Именно зеленые. Это тро-амер. Это тро-амер. Оливь, оливь, Демь, я тоже. Так. Окей? Бекон. Так. Бекон. 150 граммов лордона, ну, это бекон, да? То есть, мы, в принципе, взяли именно немножко подкопченный, чтобы он дал свой аромат. Аналогично. Аналогично сейчас, Алексей его. Да, это очень хорошо. Это очень хорошо. Мы сомнены. И у нас зеленый свежий лук. Желательно, чтобы именно лук был вот с головками, да? Мы с головками нет, но белые штуки эти есть. А, ну, белые штуки, ну, как раз. Да, букет гарни, это как раз идет тимьян и лавровый лист. Парфей, парфей. Это ларьер, это очень хорошо. Мы сомнены. У нас три доли, и чеснока. Д'accord. И мы сомнены. Ну, мы сомнены. Да, это парфейт. Парфейт. И мы сомнены. Мы сомнены. А, это? Да, и нужно будет 250 миллилитров сделать овощного бульона. Ну, мы немножко линьтяре, поэтому вы можете либо сделать... Это сомнены. Ага. И я сомнен. Бульон. А, д'accord. Парфейт, très bien. Молодцы. Ты очень рад. Мы вас прощаем за третий лук. Мы вам бутылка белого вина. Она будет необходима. Да, да, да. Вот она. У вас какое? А, нет, у нас есть одна луковица. Мы сейчас не в городе живем. И у нас есть одна луковица. Так что мы это. Это красная или белая у вас? Это белая. Это белая? Да, это луковица. Белая. Белая, тосканская. По-моему. О, тосканская. Это итальянская, да? Вы из итальян. Итальян, да. А, мы с... Он говорит, все, отключайся. Итальянская я не хочу. Ну, у нас бургоня ли боте, мы как раз его используем в готовку. Ну, у нас есть луковица. Это французская пиом. И он будет бурить французский. Д'accord, д'accord. Ну, а потом, у нас есть луковица. Луковица. Да. Ну, а теперь мы все необходимы. Мы вам представили все ингредиенты. Мы вам нужно, кстати, соль, перец, естественно, да? Д'accord. Я оставлю сель, д'accord, сель и соль. Соль, перец. Окей? Вот. До этого, все готово. Теперь, соль, перец. Мы нужны большие мармиты. Ну, и конечно же, нам нужна большая каструля. Д'accord? Нам нужно будет ножик для того, чтобы очистить морковь. Естественно, чеснок и буржу. А, мы уже почистили. Это будет, по-разному, да? Да. Ну, вы можете использовать по-разному, да? Хоть руками. Дакуяра сушь, по-люл. А, конечно же, ложка для, как раз, для того, чтобы оливковое масло. Продолжение следует. Ну, конечно же, наша девушная доска и ножики. А, ну. Ножики у нас профессиональные. А, это парфет. Д'accord. Ну, супер! Вы готовы! Молодцы! Да, да. Ну, мы начнем с приготовлением. Мы начнем с представлением. У нас будет сейчас, естественно, чистить рук. Д'accord. Мы также будем приготовить зону-бролу. Зону-бролу. А, естественно, масло-бролу и зелёный. Вот. Потому что здесь, это хорошо, это хорошо? Да. Так, я буду делать... Я буду ставить меня здесь. Я буду все в порядке. Я буду все в порядке. Но крабоней тоже. Д'accord. Мы все в порядке. Это хорошо. Это хорошо. Кстати, я немного расскажу, вообще, что касательно блюда. Как я и сказала, блюда корсиканская. Корсика является, скажем так, территорией Франции. А вообще, изначально Корсика была территорией Италии. То есть... То есть у нас итальянское вино не просто так, да? Да. У вас, я почему и сказала, когда вы начали говорить, что итальянское вино, я говорю, ну, это же нормально как раз. Потому что, как мы знаем, самый известный корсиканец у нас, конечно же, Наполеон Первый. И когда даже он приехал в Париж учиться, он особо не знал итальянского, французского языка. И даже когда его спросили, как тебя зовут, он представился «Наполеоне Барабарте». По-итальянски. Да. Кстати, корсиканцы любят больше телятину более старую. Нам нужна будет половинка бутылки белого вина. Д'accord. По-итальянски белого вина. По-итальянски белого вина. Они у меня взяты, они у меня взяты, я бы взяты, я бы взяты, я бы взяты 1 кг. Как я называю это? У вас 1,5 кг. Правильно? Да. Да. Д'accord. Потому что, после, после, нужно адаптировать. Д'accord? Мы можем, конечно, меньше сделать нас, но тогда нужно адаптировать больше ингредиентов. А, нужно знать, это пляж в сус, и, как все пляж в сус, когда это речевает, это лучше. Так, иногда, лучше предоставить больше мяса, и, чтобы, наше время, мы можем разогровать. Нужно понимать, что все мясо, которое готовится в соусе, то есть, чем больше мы его будем разогревать, тем оно будет лучше. Русский борщ, да, и щи? Ну да, это что-то наподобие этого, да? Да, ясно. Да, я сейчас, кстати, прикреплю... Тему? Прикрепить комментарий, да, вот, теряйте за солидками в белом пене. Ну, отлично. Все, хорошо, что делаем, как лук широко? Мы сейчас у лука убрали сердцевинку. У всех луковиц, правильно? Да, у всех луковиц, потому что муж у меня не любит сердцевинки, он считает, что они дают не очень... Я всегда луковиц, да, все, хорошо? Сердце, он не мальчик. Вот, это я всегда луковиц, да, вот. Я не луковиц, да, вот. Я не луковиц, да, вот. Вот, вот, вот. Ну, после того, как он это сделал? Ну, мы будем лимать и лимать в одну пене. Сейчас он может быть второй? Да. Как погода в Самаре? Толнечно. Толнечно, а у нас дождик. И мы начинаем его нарезать. Мы шерстуем на тоненькой лосиночке полукольца, верно? Да. Сейчас уберу сердце, а то вдруг испортится блюдо. Да. 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 Ты шинкуешь. Все верно, да? Мы синхронно делаем? Да. Так, лук мы складываем просто в отдельную мисочку, да? Не в эту кастрюлю, никуда. Ну да, пока в отдельную мисочку. Окей. 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 Толенькие полукольца. Да. Да. У нас больше на одну лукавицу, поэтому мы будем больше. Нет, у нас три. А у нас три. Ага. Мы же нашли, да. Мы нашли... Аааа, парфейт. Окей. Нет, это важно иметь три лукавицы, потому что это относится к вкусу. Так что три лукавицы, да, на полтора килограмма мяса, просто он дает свой аромат. Да, да. Ты понимаешь? Да. Солковатый, наверное, дает. Солковатый. Солковатый. Там сахарок. Мы будем делать конкурс. Он говорит, мы будем делать конкурс. Кто первый захочет резать лук, тот выиграл. Ну да. Не думаю, что это будет конкурс. Сыпа. Улипатый. Улипатый. Так легко забирать победу. Сколько у тебя, Леш, осталось еще? Луковица. Еще одна. Просто профессиональный нож. Ой, как мне нравится когда мужчины работают на кухне. А девушки просто снимают. Да, девушки просто снимают. А девушки просто красивые. Так, у нас все готово. Я готова. Я готова. Я готова. Я готова. виноват для шнурка. Практически. Мы оставили только белые корешки, а зелень все убрали. Окрошку будем делать. Окрошку точно. О, бэйби. Вот. Вот. Я вообще не знаю, что там режется, если честно. Потому что я так готовлю, скажем так, рядом с мужем это блюдо впервые. Вот. Это он у меня тут всегда сам по себе хозяин. Я тут мужу с гаражем его. Он говорит, я ничего не вижу, что ты мне тут с твоим телефоном. Я думаю, что я буду touchать мои руки. Окей, сейчас я не режу свои пальцы. Вероника, скажи мне, чтобы он смотрел через экран телефона, что он режет. Это не пасно. Ты можешь смотреть, потому что... Да. ...это бланш... ...это бланш... Да, да. Да. Он может сделать так, просто... Да, конечно. Да, вы так можете резать. Так, все, мы делаем тоже такими... Какой толщины, интересно, выбрать сегменты? Сейчас, подожди, пожалуйста. Ну, вот он начнет резать, я тогда... Хорошо. Это ты подготовился. Вероника, а зачем жили старый лук? Зеленый уже молодой. Почему старый? Это не старый. Старый, у нас только пошел этот зеленый лук. Это он так шутит. Да, я хотел взять акцент на то, что он совсем молодой. А у вас... Потому что муж вообще говорит, что, по идее, вот эти вот белые головки лука мы просто даже не режем, а оставляем в блюдо так кладем. Но вы можете порезать, ничего страшного, учитывая, что у вас, в принципе, он немножко другой. Я думаю, что небольшими... Я думаю, что мы по сантиметру так нарежем. Я думаю, что... Да, то есть, просто чтобы он дал свой вкус и аромат отдал. Он растворится сто процентов, мы его сюда же не найдем потом. Потому что самый главный лук у нас вот здесь. Лук по-разному порезали. Доминик Померидина порезал, а не полукольцами. Ну, мне кажется, никакой особой разницы нет. То же самое нет. То, что как привык резать, мне кажется. Ну, тут да, мне не выпустится как-то определенный аромат. Да, мне кажется, да, то есть здесь уже... Привет-привет всем. Какой у тебя вопрос был про Наполеон? Про Наполеона? Ну, естественно, про Жозефину. Жозефина – это была главная любовь к его жизни. Даже когда он с ней развелся, и он всегда писал ей письма, и даже когда у него родился сын от Марии Луизы, он ей описывал в письме рождение своего сына, и даже на Рождество приехал к ней на ужин. И когда он умирал на ужине святой Елены, то есть он сказал такую фразу. Жозефина – это была моя веритабель амур, то есть это действительно была настоящая любовь. А мы, кстати, были в парме, он же, когда у него родился сын Наполеон, да, мальчик? Да. Ой, да, подожди, это в парме, в музее. Как раз мы с Лизой ходили, и были как раз в музее. Ну, сын Марии Луизы родился в Пантингоне. Да, да, но ему, ей выделили земли. А, ну да, да, потому что его даже назвали римский сын Рима, он его назвал. А так вы были, по-моему, в Шелиндруне, да, в Австрии? Да. Ну, Австрия тоже, потому что как раз Мария Луиза, она же австрийка была. Да, да, да. Теперь мы начинаем очищать морковку. К сожалению, у нас уже почищено, и мы займем это время. Я знаю, но мы... Да, мы на Клионе. Я делаю курс в директе. Сон филе. Он говорит, я, говорит, все в прямом эфире делаю, вот. Блин, если бы знали, мы бы и накопали ее в прямом эфире. Он говорит, что если он знает, он может даже делать жардиничество. А, да? Жарди, он лезет, сортит из карот. А, это карот, которые вяжутся из карот? И это? У вас морковка прямо из сада? Из своего? Из сада, но не нашего пока что. Это заграничные сады, наверное, не представляю. Заграничные сады? Заграничные. Заграничные сады, это запрещенка, это запрещенка. Ну, надо знать, что обычно мы берем карот сады, чтобы ты объяснил. Вообще, у нас во Франции принято морковь брать именно в песке. И она более, скажем так, сохраняет свои свойства очень долго и долго не портится. Она тоже была в песке, но ее вот Алексей прям отмывал, отмывал, почистил, все приготовил. Это тоже, и сады, это тоже, и сады, это тоже, и сады. В сады. Но ее нотой. А, да, 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 да. Это хорошо, потому что у нас есть больше, что в песке, больше дает аромата. Больше в тусан. Да, ну, 500 грамм, это 6-7 карот, 1-7 карот. Ну, 5-6 моркови. Бекон нарезаем. Давайте пока бекон порежем. Да, мы у нас бекон, я как раз, не нарезаем. А, ну вот, как раз вы можете порезать бекон, пока, да, у нас, потому что он уже порезается. Какая фракция у вас по бекону? И минута, живых, как-то, оп, вот так. Тут вот такие брусочки. Да, брусочки, вот. 0,5 на 0,5, наверное, да? Ну, как, наверное, получается сантиметр на 2 или 3 сантиметра, вот так вот, брусочки. Не, я имею в виду его толщина и длина. Вот толщина, получается, вот я говорю, что длина где-то у меня, ну, вот, видишь, на руке, получается. Это высота, вот то, что он длинный, это высота его. А, длина, наверное, вот так вот, да? Вот такие вот, получается. Ну, да, вот так вы режете сейчас нормально, да, вот так вот. Все отлично, так и сделаем. А еще про Наполеона. Он хотел, когда выбирал, ну, когда у него не получалось, не получались дети с Жозефиной, причем она его узнала, насколько я знаю, там... Да, она говорила о том, что он очень переживал, что у них не было детей, и она ему, его убедила, что это он стерильный, что он не может иметь детей. Да, у нее-то было двое детей. Да, у нее-то были дети уже, и он об это верил, но у него была интрижка с одной девушкой, и та ему родила ребенка, и он понял, что кто-то был неправ. Ну да, это Кулия. Я просто слышала, она ему сама устраивала кастинг, доставляла прям девушек в дворец. А, нет, нет, не слышала такого. У него была сестра Куалин, и вот эта сестра Куалин, это она доставляла девушек ему ко двору. То есть она проверяла их, она уже, скажем так, ну, давала указания, да, то есть чтобы девушки были действительно в хорошем настроении, да, то есть и ни в коем случае... Так, у меня немножко подкопченый. Д'accord. А у нас у нас так же. Так же. Так что у нас прям... И мы будем сейчас морковь нарезать. Круляшками. Да, сейчас Алексей вернется, он пошел руки помыть, чтобы здесь не сумел. Вот, и что касательно, у него же была еще... Был роман с польской аристократкой. Это тоже ему родила ребенка. И даже когда он... Первая ссылка была на острове Эльба, то, скажем так, даже Мария Луиза, в принципе, не приехала его навестить, а зато приехала навестить как раз польская вот эта аристократка с ребенком. И они провели последнюю ночь, и он сказал, я даю тебе свободу, я тебя освобождаю от различных обязательств, потому что неизвестно как и что. Он освобождаю от различных обязательств. Готовим глядину в оливках. Алеша, надо же резать. Да, ну у нас он просто идет как сыроватый, но он подкопченный все равно. То есть его используют обычно для готовки. У нас в любом случае во Франции особо не найдешь уже приготовленный бекон, который идет именно вот как грудинка нарезанная. С другой стороны, его тоже вы можете использовать без разницы. Бекон, он... Морковь. Ну, чтобы он был действительно подкопченный, потому что именно копченость важна. А морковь, как порезать морковь? А сейчас, когда вы порезали морковь, вообще круглышами не надо будет резать. И сейчас он просто покажет диаметр. А, все. Ты складывай пока бекон. Ну, в принципе, достаточно быстро. это все готовится, но в другой стране подготовка есть. Возьмем пополам ее, а вот так возьмем. 5-6 мм, да? Да. Пробуем? Какие хрусты. А, еще я слышала про Жозефину, вернее читала, не про Жозефину, а про Наполеона, что она хотела взять из России, с Российской империей. Да, он два раза сватался, и два раза ему было отказано, почему у него был жив как раз на Россию. Я читала как раз про Жозефину, что это российский советник общался, и она сказала о том, что он бесплоден. Есть такая версия, ну потому что, во-первых, Жозефина, конечно, когда они развелись, она даже, учитывая, что когда она уезжала из Фонтенблоу, она сказала, я очень жалею, что мне придется покинуть Фонтенблоу. Она очень любила это место. В принципе, она достаточно сильно ревновала в своих отношениях Наполеона. А ты изначально был наоборот. Да, в принципе, с одной стороны, когда он пошел в египетский поход, ему доложили, что у нее интрижка с молодым офицером. Да-да-да, с офицером. Да, и он реально приехал, он выставил ее за дверь, и благодаря только ее сыну они помирились. И даже на утро должен был прийти юрист подписать все документы о разводе. И он был очень удивлен, что Жозефина вышла из спальни и сказала, добрый день. После этого вышел Наполеон и сказал, окей, не вопрос, убери пока бумаги, я сам все устрою. Ну да, но она такая была очень интересная. У Домника осталась одна морковка, вы как вам? Ну, у нас осталось вот столько. Ну, это лишнее. Это лишнее. А так, да, вот у нас. А я сделаю себе морковный сок. Ввиду того, что я просто не употребляю алкоголь, я буду употреблять морковный сок. Ну вот так вот у нас получилось. Такая красота. То есть 500 граммов морковки. Трои больших луковицы. Мы у нас три больших луковицы. И вот такой вот зеленый лук, но именно головки зеленого лука. Мы у нас 150 граммов бекона. Есть 300 граммов зеленой оливки, которые очищены уже. Так, да. Мы у нас уже будем брать букет гарни. Букет гарни, тимьян и лаврушка. И, конечно же, либо у вас овощной бульон готовый уже, но тогда мы немножко лентяем, мы будем из кубика это делать. Луковицы. Луковицы. Д'accord. И, конечно же, самое основное у нас идет луковицы. Луковицы, forcément. Да, конечно, я сохраню. Да. У нас еще не пушу, но мы не пушу, но надо пушить луковицы, да? А мы еще не пушу с вами чеснок не очистили. Д'accord. Вот. Мы у нас есть соль и луковицы. Так, да. Мы будем пушить луковицы, просто луковицы, да? И потом мы будем пушить луковицы, да? Да. Три перышки, да? Три перышки. Да, три дольки чеснока. Д'accord. У нас прям молоденький такой, который вплоть. У нас тоже молодой. У нас тоже молодой чеснок. И он говорит, что я тоже удаляю сердцевину всегда. А у нас, по-моему, он настолько молодой, что мы даже сердцевину здесь не найдем. У нас такой молодой, что сердцевины даже нет. Ну, супер. За родуше. За родуше. Ванна. Так он? Емко молодым быть в душе. Однозначно. А все же знают, почему у телятины такое светлое мясо? Потому что молоко? Да, только молоко пьют. А воду? Нет, ну, я имею в виду, что травы нет. А, типа маленький тоже. Он только маленький, он же траву только. Ой, то это молоко. Грудное вскармливание, ГВ. Да, грудное вскармливание. Я когда слышу такие слова, они, мне кажется, как-то вот прям вручили. Да, сразу хочется стать вегетарианцами. Да. Окей, у нас все готово. А, и ла, джан, и туа, и ла, 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 и ла. Ла, и ла, и ла, и ла, и ла. Какое означает, что вы можете поймать? Ну, в принципе, вы можете выжимать ваш чеснок в вашем аппарате. А когда выжимать? У, ну, может, вы шоу, не уходи, какую-нибудь маленькую. Нам доска уже не нужна, мы прямо на доске оставим. Привет, привет всем. И все? Мне кажется, нам еще надо было подавить. Дождись, еще. У нас только одна долька. А мы все три, у нас походу такая глубокая чеснокодавилка. Давайте еще, может быть, парочку мы сделаем. Чтобы в размерах не отставать. А у вас прям совсем маленькие? Ну вот такие вот. Братья, как у нас тоже особо небольшие. Сейчас сделаем это недолго. Вот что значит молодой чеснок. У нас шуб на нем очень много. Окей, вот. Так, это хорошо, что нужно. Как в количестве дольки, это хорошо. Это хорошо, хорошо? Ну да, вот срок у нас получилось. Д'accord? Ну да, да, да. У нас мало. Сейчас мы долоним. Мы пока добавим. Мы сляваем, мы сняли, 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 мы сняли. У нас вода чистая из-под крана, французы очень гордятся своей водой из-под крана. Я помню, я помню, как мы на улице, Лиза, как мы гуляем. Вы сняли, мы сняли, мы сняли, мы сняли, мы сняли, хотя, в принципе, у нас есть бутылированная вода. У нас, по сути, не бутылированная вода достаточно дешевая. Ну да, вот. Мы сняли, мы сняли, мы сняли, мы сняли, мы сняли, 4 ложки оливкового масла, 4 столовых ложки оливкового масла. Мы добавляем сюда. Мы сняли, мы сняли, 5 ложки оливкового масла. Мы сняли на землю. Мы сняли, как и вы, в принципе, о кастреле. У нас уже всё. И вы на землю? Ну, то, что мы будем на ручке еще. Нет, чтобы не было оставшись, мы сняли на мясе. Мы сняли на мясе. Мы сняли на мясе. Вы сняли на мясе? Сняли на мясе. На мясе. Горсикан. Знаете, о Корсике не значит быть там. Главное, что слышали об этом вместе. А какие особенности у корсиканцев? Французы очень любят Корсику. Кстати, корсиканцы к парижанам не очень хорошо относятся. И иногда даже говорят, о, парижане приехали. Хотя практически многие французы пытаются провести там свои каникулы. Вообще, очень красивый остров. Возьмите в январе. Потом кто-то пойдет, да? У меня студийский остров, да? Куїр в шаке кути. Желательно, чтобы вы поджарили мясо со всех сторон. Хорошо. Чтобы сохранить сочность за внутрь мяса. Да. Ай! 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 Ваша! Внимаем за... И... Посмотри, на джору. Ай! А вы все мясо выложили уже? А вы все мясо уже выложили? Девчон, да. Ты сказать, что... Что, что? А вы все уже мясо выложили? А-а... Да. 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 Все мясо. Сейчас догоняем. теперь мы добавляем сейчас мы бекон тоже положим выкладываем мясо как раз составляющий чеснок, пошел потому что бекон, когда он начнет пожариваться он даст жирка и ароматы так и на чесноке перемешиваем да да и чеснок вы добавили теперь перемешивайте опять все все мы аккуратненько перевернем чтобы мясо обжарено было так что мы ждем так что мы ждем, чтобы мясо было белое, чтобы не было розового я просто обжаренная становится я думаю, что телефон делает это у вас большой огонь включен? большой большой какой запах уже да? да кстати, что касательно Корсики от Франции Корсика 170 километров находится а что касательно от Италии например от Сардинии она всего лишь в 11 километрах а от Тоскании 90 километров вот поэтому у нас это просто тосканское вино да сегодня? да, поэтому у вас не просто тосканское вино вы видимо знали да 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 ну что, кто готовит с нами у вас так же получается? пишите интересно ты хочешь туда? да о, у нас такая грязная плита да вот видите вот сейчас покажу на дне у нас уже выпустился сок у нас тоже вот сейчас д'accord вот Донкер. Угу. Угу. Да, помешивать нужно обязательно, чтобы у вас мясо не подгорало и чтобы мы, скажем, вот эта вот розовинка ушла и оно стало у нас светлым. Угу. 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 У нас бульон на настоящих овощах натуральных. Угу. 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 Чтобы действительно всё мясо у нас очень хорошо было проложено луком. Угу. 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 похолодало немножко, всего плюс 16, но буквально в общем, до конца недели будут дожди, а вот потом начнется опять плюс 25 солнышко. А у нас плюс 16 потеплело. Не, ну сегодня протекло хорошо. Зачем на того, что мы уехали за город, как раз в период карантина, и уехали месяц назад. Ты представляешь, мы приехали, там были сугробы, снег, зимние вещи. И буквально месяц да, уже вот стрижем газон, сажаем деревья, рассаду. Я думаю, у меня это никогда не коснется. В Санкт-Петербурге тоже. В Санкт-Петербурге уже не плывет. Но я сама рассолила. Это то, что я сказала earlier. У нас был снег недавно. Морковь. Вот, вот. Теперь мы добавляем карот. Опять перемешиваем. Правильно вы сказали. Поженим. Д'accord. Вот, 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 вот. У нас перец из нескольких перцев идет. Ну, вы как, да, то есть привыкли уже. И мы добавляем соль. Пока мы с вами немножко отложили в сторону наш маленький лук, да, то есть вот от зеленого лука, что осталось с головки, да, и оливки. Они пока у нас отложены. Д'accord. То есть, смотрите, чтобы мясо у вас было достаточно покрыто жидкостью. Соль, надо ли? Не, не совсем, не прям много, да, но в любом случае, чтобы оно... Не хладите много соли, лучше потом доложить, потому что не пересолить. Потому что все равно оливки еще дадут свой... Ну, да. Вы можете уже подегустировать соус, он очень вкусный, Доминик сказал. Д'accord. И теперь нам нужно, чтобы 45 минут, у нас вот эта кастрюльца закрыта. Да, да, да. То есть нужно знать, что вот начиная сейчас с момента этого, у нас 45 минут должно мясо готовиться. Через 45 минут мы должны будем добавить вот эти вот головки белого лука, и мы после этого добавляем еще сразу же оливки. И после этого мы еще будем с вами готовить на уже маленьком огне 20 минут. Д'accord, и конечно нужно постоянно проверять, постоянно помешивать. Чтобы не приставало, да, мясо? Да, конечно, конечно. О, это красота. Вы уже попробовали соус? Нет, пока что. У нас он даже не закипел. Да, нужно попробовать. Пускай эти моменты. Попробуй, естественно. Ну, Аннетти, я не сделал оливки в таком случае. Почему он не стал изначально лук, скажем, поджарить? Нет, это алкоголь, но... Он не хотел, чтобы больше аромата было поджаренного лука, он хочет, чтобы аромат лук дал уже в готовке в процессе... Ну что, а? Очень вкусно. Я говорю, я не пью вино, но... Ну, здесь вино, оно выпарится. Оно выпарится, оно даст свой аромат. Нет, аромат вообще бомбический, просто даже от... И тимьян, да. И тимьян, и бекон, и мясо. Ну, в кустане. То есть, видите, оно у нас немножко закипает, да? Вот, да-да-да. То же самое. И у нас постоянно мы его перемешиваем там каждые там 10-15 минут, следите за мясом. Чтобы оно действительно и овощи, и мясо у нас были в жидкости. Да, да-да-да. Вот, это все. Здравствуйте, здравствуйте. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Ну что? Мы можем... Что ты? Да, 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 да. Да, да, да. Немножко уже осталось у нас. Алеш, а ты уже выпил вино, да? Да. Мы можем попробовать. Да, да. Я просто припоряю. Ела Алиса... А там... Я вот так вот сделаю. Сейчас переключу. Давай еще поймем. Вот так вот. Сейчас Алеша возьмет фужерчик. Прям выстрелит. Алексей... Вау... Вау... Есть пунктик. Что вся готовка... Чтобы она была хорошей готовкой, нужно сопровождать это вино. Вот я тоже самое говорю. Всем, кто с нами в прямом эфире готовит здоровье. Вау... Алёс. Вау... Вау... Д contenido Kita в terminу ми hemos academyelim в том плане. В че то часа д ähnlich работала. Озаем из 9 проведений. Ну а так я получил... Знаю. Мы Bernard, я хочу eş loans. Да clue что вы... Вау... На свои ингредиции не делай во нам не дайни Var. Пинчин. Проверить, как у вас дела. Да, да, отличная идея. Супер. Супер. Я боюсь, что время без пяти. Я боюсь, что сейчас Инстаграм, чтобы мне все-таки дал сохранить эфир. Мы не потеряли его. Мне скоро придется отключиться. Тогда через 45 минут. Встречаемся. Проверяем мясо. Да, то есть добавляем тогда вместе оливки и вот этот вот зеленый лучок наш. Да, то есть и оставляем уже готовиться дальше. А потом всех, кто с нами готовил сегодня, я жду фотоотчеты. Отмечайте нас. И мы будем публиковать и всегда в сторис тоже отмечать. Все, счастливо. Спасибо всем, кто готовил с нами. Спасибо большое. До встречи. Да, мы в прямой эфир опять выйдем через 45 минут. Так что до связи. Безу-безу. А тут аля. А тут аля. До встречи. До встречи. Пока. Здесь. Фит.